Творческий коллектив Центра развития культуры из Китимского района мечтает о Доме культуры на колесах или автоклубе. Получится ли мы обсудим прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире телеканал ТВК программа «Власть в ответе» из Китимский район. И сегодня у нас в гостях директор Центра развития культуры из Китимского района Светлана Гетманская. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Сергеевна, в этом году запущен национальный проект культуры на территории из Китимского района. В том числе, вот расскажите, что за проект и на что будет обращено внимание. Для нас очень радостно, что он стал работать. В нем много направлений. Это поддерживается руководством и области, и министерством. Естественно, мы, работники культуры, вникли, почитали, познакомились. И с радостью это все принимаем, и с радостью в этом участвуем. И из Китимского района, работники культуры из Китимского района в том числе. Направлен проект на поддержку сферы культуры в различных сферах. В плане обеспечения, например, автоклубами. Когда-то при Советском Союзе были автоклубы маленькие. На сегодняшний день автоклубы в этом году, насколько я знаю, шести районам они уже выделяются. Автоклубы очень серьезные машины сделаны на базе «Газели» и самая мощная на базе «Камаза». То есть это полноценный, можно сказать, дом культуры на колесах. Когда приезжаешь хоть в поле, хоть куда-то в село, значит, он раскрывается. Там даже есть гримерные, есть аппаратура. То есть он полностью укомплектован творческим людям, художественной самодеятельности, бригаде, команде, готовой выехать куда угодно. Абсолютно он самостоятельно работает без дополнительной помощи. Я думаю, что и Скитимский район в том числе получит тоже такой автоклуб. Мы разговаривали с Олегом Владимировичем, нас поддерживают. И мы заявочку отправили именно на такой «Камаз», потому что у нас большое сельское хозяйство. Хочется, мы уже практикуем выезды в поле, особенно когда идет уборочная, для того, чтобы поддержать работников сельского хозяйства. Как-то немножко разнообразить их работу такую, порадовать их. Но когда у нас будет автоклуб, нам будет еще проще это делать. Мы сможем быть более мобильными, посетить больше мест. В этом национальном проекте есть направление «Творческие люди». Это посвящено обучению, профессиональному переподготовке, повышению квалификаций для работников культуры. Опять же, различных абсолютно направлений. Точно так же здесь же поддерживается и наша материально-техническая база, оснащение материально-технической базой домов культуры. Это и аппаратура, и звуковая, и световая, одежда сцены, кресла. Ну, то есть, тоже это большое направление. И, конечно же, это ремонты, потому что практически все здания приходят в негодность. Это старые дома культуры. Запускаются сейчас модульные строительства. В этом году, в 2019-м, уже прошли процедуры торговые. И будет в деревне Шадрино построен первый модульный клуб. Ну, и мы стоим на очереди. У нас еще много объектов, где хотелось бы, чтобы эта программа тоже зашла. И на территории Скитимского района появились новые здания, новые учреждения. Всегда вот эта проблема нехватки стоит. Вот обучение уже началось, или оно начнется? Обучение началось уже, да. Здесь очень такая представлена обширная программа. Это Краснодарский институт культуры, это Санкт-Петербургский институт культуры, это Московский ВГИК, институт кинематографии. И направления очень различные. Это и доп. образование, то есть там есть и хормистеры, и по специальностям, и пианисты. Это и режиссура, это и для руководителей, то есть проекты различные, реализация этих проектов. Современный дом культуры. То есть охвачены все сферы. Вот в этом году 4 человека от Искитимского района уже будет участвовать. Есть как очные, то есть с выездом в эти институты, так и заочные. Помимо этого у нас вот уже второй год работает на территории Искитимского района культурный цех проводится, где собираются тоже работники культуры, сельских домов культуры. Можно точно так же реализовать себя режиссура, ведение, звукооператорство, потому что вот особенно работать со звуковой аппаратурой такой достаточно сложный вопрос, потому что в сельских домах культуры бывают обычно заведующие, ну и может быть кто-то еще помогает, художественный руководитель, и работать с аппаратурой достаточно сложно. Поэтому этому нужно учиться, это нужно понимать, особенно сейчас, когда материально-техническая база увеличивается, улучшается. Это направлено на тех сотрудников, специалистов культуры, которые уже есть, давно работают, или новички, новенькие, желающие там, например, стать детям культуры? Это направлено на всех. Это направлено на всех. Это нужно, как и тем, кто уже работает, однозначно, потому что ничего не стоит на месте, и как и любая сфера, сфера культуры развивается, мероприятия проходят в новых форматах, а этому всему все равно нужно учиться. Да и, в принципе, человеку всегда нужно учиться, двигаться вперед, получать какие-то знания. Ну а новички, те, которые приходят, они еще вот в нашу, скажем так, кашу окунаются, в наши мероприятия, вот в этот вот задор, в работу команды. И да, им проще будет подтягиваться к тем, кто уже работает давно. Какие средства есть у культуры в районе, на что они идут, и хватает ли на все? Ну, сразу отвечу на самый последний вопрос. Конечно же, не хватает, потому что, как только что-то улучшается, сразу же мечты бегут впереди нас, и хочется дальше и дальше и дальше. Конечно, у нас, нашей школы, нам очень нужна музыкальная школа, да, это строительство, это тоже решается уже очень длительное время, есть проекты, глава района прикладывает усилия, решают они с Министерством культуры, и очень мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решится. У нас есть замечательная Оленевская детская школа искусств, в которой на сегодняшний день обучаются порядка 400 детей, но здание тоже требует, уже время сейчас требует другого, да, другие санпины, другие требования по нормативам, а там очень маленькие территории, и эта школа взяла бы на обучение еще порядка 100-150 детей, но не может взять, потому что она маленькая. Вот, эти вопросы все поддерживаются, есть и проектно-сметные документации готовы, эти вопросы поддерживаются, мы, как бы, есть определенные продвижения, ну, естественно, хочется чего-то больше. Ремонтные работы по досуговым центрам выполняются, сейчас немножко это осложняется тем, что требования, если ранее нужно было свежая проектно-сметная документация, то есть мы готовы к работе, поступает финансирование, областное, федеральное, софинансирование местного бюджета, и работы начинаются. Сейчас в обязательном порядке требования к тому, чтобы здания и земли были оформлены. Вот, с этим тоже немножко в территориях есть проблемы, но в любом случае учреждения ремонтируются, это, допустим, крыша Улыбинского дома культуры, отремонтировали, теперь она не бежит, теперь она новая, можно теперь уже наводить, один зал они сделали, второй зал ждет своей очереди, сейчас осваиваются деньги там, выделенные по направлению доступной среды, для людей с ограниченными возможностями ремонтируется входная группа. В этом году достаточно большое финансирование, я считаю, выделено, это порядка 8 миллионов, из них выделены средства, ну, часть была с прошлого года, у нас выделялась в конце года, часть добавлена уже в этом году, из них выделены средства на ремонт кровли в Степном, Дом культуры тоже уже подтекает, крыша, готовы документы, они уже приступают к работе, и остальная часть, я думаю, что наконец-то в этом году, вот буквально сегодня-завтра должны проходить торговые процедуры по фасаду здания РДК Ленинского комсомола, потому что это все-таки и историческое здание, для нас оно очень дорого, в этом году мы там сделали ремонт входной группы, то есть обновлены полностью двери, восстановлены, отремонтированы дополнительные пожарные входы, то есть там крылечки восстановлены, которые были практически превращены в горку, это все идет финансирование, областная поддержка, районной администрации, естественно, и я очень надеюсь, что, ну, по крайней мере, месяца через два, потому что это достаточно трудоемкий процесс, фасад, он у нас будет стоять красивый, как картинка, это будет керамогранит, точно так же, как вот лицевая сторона, будет оформлено все здание, и оно уже у нас будет как конфетка, потому что зданию 60 лет, ну, соответственно, хочется привести его и содержать дальше, чтобы и дальше им любовались, и проходили в нем мероприятия. В прошлом году была отремонтирована крыша, точно так же крыша Дома культуры сельского на станции Старый Скитим, село, Старый Скитим, вот, тоже где-то проблематично, видите, мембранные крыши, своя процедура, там какие-то другие крыши, мы уже тоже как строители в этом всем разбираемся, потому что переживаем за свои здания, болеем, потому что это наш дом, там люди работают, творят, дают радости и эмоции населению, и хочется, чтобы им там было уютно, тепло. Кроме ремонтных работ, естественно, у нас в рамках тоже национального проекта есть еще и партийный проект Местный Дом культуры. Этот проект работает на территории района уже третий год. За эти три года, я бы сказала, мы такие прям насущные проблемы учреждений культуры решили именно досуговых центров, именно сельских досуговых центров. Приобретено очень много мобильных звуковых комплектов. Мобильный звуковой комплект это две колонки, пульт, два микрофона, то есть спокойно уже работники культуры могут выйти перед зданием, поработать на улице любое мероприятие. Внутри это хорошие микрофоны, качественные, это прям очень большое подспорье. Мы приобрели одежду сцены, предположим, в прошлом году это была Репчинка, в этом году это Быстровский Дом культуры, это Преображенский Дом культуры, это большие дома культуры, то есть это уже одежда сцены не за 150 тысяч, допустим, как Репчинка маленькая, а это все-таки уже более глобальные вложения, более интересные. Это приобретение, помимо этого, проекционного оборудования и музыкальные инструменты, это баяны, балалайки, которые точно так же нужны нашим домам культуры. Этот проект будет продолжаться. Какие новые проекты планирует запустить Управление культуры? В этом году у нас заработала школа ведущих, потому что в любой территории, проводя мероприятие, нужно, чтобы кто-то это делал, кто-то вел, кто-то объявлял, кто-то работал с микрофоном. Естественно, просто так не родился никто с микрофоном, хотя у нас такие личности есть, работают, и мы ими гордимся, о которых так можно сказать. Школа ведущих работает, работают они с марта месяца, она проходит в двух форматах. Один формат, когда наши специалисты выезжают в территорию, там собираются люди любых возрастов, то есть это есть школьники, это есть молодежь, это есть средний возраст, это есть уже возрастные люди, которые хотят и видят себя на сцене. Не обязательно, что завтра каждый из них станет великим ведущим, но попробовать себя на сцене, они работают, они разрабатывают дыхание, они учатся артикуляции, они учатся работать с микрофоном, они проводят время, используя для себя и дальше для своей уже территории. Другое направление, когда эти же ребята приезжают сюда к нам, в Доколинского комсомола и занимаются здесь. Точно так же учатся правильно дышать, работать на зрителя, заводить как-то, за, как сказать, минутки, которые заминки заполнять, то есть уметь вот и вести себя на сцене. Первый опыт у нас уже был, два ребенка у нас на фестивале «Золотой гребешок», вели небольшой там кусочек, судить хорошо это или плохо, уже как бы руководитель с ними решает, но в любом случае этот опыт пригодится, это, я думаю, хорошее направление, как бы наши работники культуры очень даже с этим согласны. Помимо школы ведущих, у нас проводятся выездные мастер-классы по работе со звуковой аппаратурой световой. Точно так же наш звукорежиссер выезжает в территории вплоть до того, что под запись ставят, какие где крутить штучки, как настроить голос, когда подсоединять, какие проводочки. Это очень важно, потому что есть аппаратура, предположим, да, вот сейчас получили новую, но ведь она должна работать, а ее нужно настроить правильно для того, чтобы удовольствие получали те, кто стоит на сцене и те, кто сидели в зале. А это тоже нужно уметь, это достаточно сложное занятие такое, и, ну, в общем-то, не каждый может с этим тоже работать. Это точно так же у нас работает с марта месяца, мы выезжаем по территориям, здесь только выезды, потому что рассказывать на пальцах, как работать с аппаратурой, практически нереально. Поэтому работаем на том, что стоит в территории, и на этом аппарате все это работает. Также в этом году мы стали практиковать совместные мероприятия, как бы говорили о них давно. Но что это значит? Это значит, есть, скажем так, потребность территории проведения мероприятия, мы связываемся с главой муниципального образования, с работниками культуры, мы совместно делаем сценарий, мы это мероприятие ведем, участвуют коллективы творческие именно из Китимского района, нашего досугового центра, Центра развития культуры. Ну, то есть выстраиваем программу и проводим. В этом году мы проводили День села в Исчоме, привозили своих артистов, то есть вот как бы совместно решаем. В этом году проводили юбилей в поселке Чернореченский, все проходит очень даже хорошо, как бы выигрывают, я посчитаю, что все, это больше нас и сплачивает, и для артистов, для наших все-таки территории, и как бы вот это тоже здорово получается у нас. Помимо этого, еще в этом году у нас стал проходить субботний вечер на селе. Мы точно так же снова выезжаем по территории, мы сейчас очень много ездим. В чем заключается, в чем именно задумка была этого мероприятия? У нас очень много замечательных артистов, наших, своих, выращенных, молодых, среднего возраста, пожилых. Это и танцоры, это певцы, это наши группы вокальные, и они у нас работают на нашей сцене. Но есть же у нас еще жители, которые не могут регулярно приезжать на наши концерты сюда, вот, а знать о людях, нам бы хотелось бы о них рассказать. И поэтому мы выезжаем. На сегодняшний день мы были вот уже в пяти селах. Мы были в Михайловке, мы были в деревне Евсина, то есть мы приезжаем, на Волоктях были, мы приезжаем и привозим прям свою программу. Она проходит в форме такого доверительного общения, что-то типа, наверное, я бы сказала, круглого стола, такого импровизированного. рассказывает ведущий о каком-то нашем выдающемся артисте, о его творчестве, как он пошел в артисты, как он стал петь, как вообще, как у него складывалась жизнь, куда он выезжает, где какие проходят конкурсы. И это все перемежается, его выступления. Светлана Сергеевна, а есть ли о более масштабных мероприятиях, которые прошли уже и, возможно, до конца 2019-го, какие еще планируются? Немножко отступлю. В прошлом году у нас прошел масштабный районный фестиваль «Сударыня села». Прошел у нас очень хорошо. Мы проехали много муниципальных образований и завершилось галоконцертом. По окончании этого мероприятия мы услышали от мужчин пожелания. Почему же у нас нет-то сударя? Ну, естественно, Ольга Игоревна, наш идейный вдохновитель, скажем так, сударыня села, предложила, давайте-ка все-таки мы попробуем. Сначала, конечно, были опасения, но они абсолютно не оправдались. У нас в мае прошел «Сударь района». Прошел просто грандиозно, мы считаем. Мужчины показали себя с таких сторон замечательных, то есть и творчество, и они работали командами со своими муниципальными образованиями, выявился победитель. И прямо вот правда, это такое вдохновение, это большой праздник. Очень много было на финале гостей, зрителей, поддерживали всех. Я думаю, что, наверное, с периодичностью, конечно, не каждый год, но я думаю, что это мероприятие приживется и будет проходить. Конечно же, большой масштабный праздник, который теперь уже, видимо, бренд района, это «Золотой гребешок», который мы проводим в пятый раз в этом году. Это было юбилейное мероприятие. Ежегодно мы его как-то немножко трансформируем. Без изменений у нас остается, естественно, честование муниципальных образований, это их шествие. Каждое муниципальное образование себя показывает. Завершается это все наградами, конечно же, завершается это большим концертом. Мероприятие проводится совместно с «Новосибирской птицефабрикой», с их тоже поддержкой финансовой, с розыгрышем лотереи, с предоставлением детских площадок. Конечно же, после каждого мероприятия какие-то находим где-то ошибочки, где-то себя ругаем. Но вот в этом году было новшество, у нас была «Жар птица», конкурс красоты, участвовали девушки. Очень, я считаю, что тоже прошло красочно. Очень было в этом году народу, зрителей, просто площадь была, я даже не боюсь сказать, сколько это было тысяч людей, но это было сколько-то тысяч, да. Если в прошлом году мы думали, что это где-то полутора, около полутора-двух тысяч, то в этом году было больше. Очень масштабно в течение всего дня с приглашением, при поддержке Министерства культуры, с приглашением коллектива новосибирского, вот это мероприятие проходит. Также в новом формате в этом году прошел фестиваль мастеров дела. Очень интересный фестиваль, своеобразный, потому что это мастера, это люди особенного творчества, я их называю, тихое творчество. Они более, наверное, такие тонкие в своем вот мастерстве. Если мы начинали, этот фестиваль проходил в третий раз, если мы начинали его, у нас было порядка 9-12 мастеров, то в этом году на третьем фестивале у нас уже было около 60 мастеров. И проходил фестиваль на территории Улыбина. Я так думаю, что он там и останется, у нас там и приживется, будет там, на этой территории. Мы ее уже вот обрабатываем, там сделали подиум, там идет стилизация, то есть все, чтобы было это в одном направлении. В этом году очень было много мастеров, которые просто показывали выставки, были мастера, которые проводили мастер-классы, были мастера, которые участвовали в конкурсе. В этом году мы поставили такую задачу, чтобы как-то их все-таки не просто посмотреть на взгляд, кому понравилось, кому нет, а именно, чтобы это был конкурс. Они получили задание, задание было «Медовый спас», и они что-то готовили вот в этом направлении. Помимо этого были большие площадки у нас детские, была торговля, у нас был приглашенный мастер с города Бердск, который выпиливал фигуру в течение этого мероприятия. Получилась замечательная цапля. Эта цапля по решению опять же комитета, она будет привезена в РДК Ленинского комсомола. Какое-то время она там постоит, может быть, это будет месяц-два, то есть, чтобы можно было ее всем посмотреть. Затем она будет стоять в музее ДК Улыбина, у них есть музей. На следующий год мы снова будем приглашать мастера, и, может быть, это получится некий такой вот парк таких фигур через какое-то время, когда, может быть, придут большое количество молодых специалистов, которые будут вот уже иметь вот такой вот фундамент этого фестиваля. Мы очень... В этом году у нас еще принимали участие другие районы, и мы очень надеемся, что все-таки этот фестиваль выйдет уже на более широкий уровень, на уровень, может быть, областной, и будет и дальше процветать. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия свои. Ну и сейчас у нас самое главное впереди. Следующие выходные, 6-7 сентября, это 6-я культурная Олимпиада Новосибирской области. Наша команда готовится только что, вот была репетиция, впереди еще две репетиции, и потом уже наше выступление, это будет 6-го числа, будет открытие «Визитная карточка», 7-го числа будут номинации. На прошлой Олимпиаде, 5-й юбилейной, мы были победителями, у нас была золотая медаль. Конечно же, мы очень волнуемся, мы очень готовимся, переживаем, и я надеюсь, что мы планку, которую поставила и держит культура Искитимского района последние годы. Я очень верю в нашу команду, что мы эту планку выдержим. Светлана Сергеевна, спасибо, что нашли время между репетициями и пришли к нам в студию, мы желаем вам удачи. Спасибо. До свидания. В эфире телеканала ТВК была программа «Власть в ответе» Искитимский район, в рамках которой с директором Центра развития культуры Искитимского района Светланой Гетманской мы обсудили, какая работа ведется сегодня в этом направлении. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин